Как, исходя из поля из четырех элементов, построить поле из шестнадцати элементов? Оказывается, что процедура будет абсолютно такая же, как и в переходе от двух четырех. А я добавлю некоторое число быта и подумаю, какие возникнут элементы. Ребята, рисовать таблету шестнадцать на шестнадцать, это дело не в порядке. Это совершенно неправильно. Если я сейчас начну рисовать шестнадцать на шестнадцать таблицу, то мы потратим настолько много времени, что это будет явно неправильно. Поэтому я буду выписывать элементы, но я попытаюсь объяснить, как они умножаются. А вот дальше, кому интересно, поиграйтесь с этим, а лучше посмотрите на меньших примерах. Потому что все-таки шестнадцать на шестнадцатая таблица уже слишком большая. Итак, что я делаю? Какие у меня элементы есть? Ноль есть, единица есть, альфа, альфа плюс один. Это сколько элементов? Четыре. Четыре. Совершенно верно. Так вот, господа, я добавляю к этим элементам еще элемент бета. Бета. Бета плюс один. Бета плюс альфа. Бета плюс альфа плюс один. Смотрите. Казалось бы, я добавил одно число бета, а очевидным образом сразу добавилось еще четыре штуки. Но никак, да? Хуже того, если я добавил число бета, должно добавиться и произведение альфа-бета. Альфа-бета. Альфа-бета плюс один. Альфа-бета плюс альфа. Альфа-бета плюс альфа плюс один. Обязательно такие элементы должны быть. Догадайтесь, какие еще четыре элемента будут. Что я еще набуду? Вторую строчку. Вторую строчку, вот они еще четыре, все замечательно. Какой-нибудь еще элемент скажите, который еще, знаете, должен быть, а я его не написал. Альфа-бета плюс альфа-бета. Вы вообще-то договорились, что умножение на два – это то же самое, что можно. Альфа-бета плюс альфа-бета – это ноль. Альфа плюс один. Умножить на что? Вы почти правы. Можно это понятнее сказать. Конкретное число назовите, которое я не писал. Альфа плюс один на бета. Конечно. Альфа-бета плюс бета. Альфа-бета плюс бета. Дальше пошло альфа-бета плюс бета плюс один, альфа-бета плюс бета плюс альфа и, наконец, альфа-бета плюс бета плюс альфа плюс один. Вот это и будет полный список всех элементов нашего поля. Только, извините, для того, чтобы действительно убедиться, что это поле, мы должны уметь складывать и мы должны уметь умножать. Но, господа, смотрите, альфа умножать на альфа мы умеем, и вообще с альфой у нас полная таблица умножения есть. Проблема никакая. Да, вот она, полная таблица умножения с элементом альфа. Проблема в сложении, вот интересно, будет или нет, давайте я какой-нибудь произвольный элемент выберу. Вот, например, вот этот и, например, вот этот. Кто может сразу сказать, чему очевидна равна сумма этих элементов? Альфа-бета плюс один. Альфа-бета плюс один. Альфа-бета плюс альфа-бета. Молодец. Бета и бета дают ноль, ответ получается альфа-бета плюс альфа-бета плюс один. Отлично. А если я сотру это и скажу, возьму с альфа-бета? Будет бета плюс альфа. Ребята, правило, что любое число в сумме с собой дает ноль, позволяет складывать эти вот 16 объектов, не выходя за пределы из этого множества. То есть, по сути, что у нас есть? У нас в любом из этих выражений альфа-бета входит или не входит. Дальше. Альфа входит или не входит. Бета входит или не входит. Единица входит или не входит. Как говорят, это четырехмерное векторное пространство над полем из двух элементов. Их действительно получается 16 штук. Потому что альфа-бета взяли или не взяли, альфа взяли или не взяли, бета взяли или не взяли, единичку взяли или не взяли. Теперь давайте умножать. Когда мы будем какое-нибудь такое выражение умножать на какое-нибудь такое выражение, на самом деле альфа на альфа умножать, как мы уже знаем, легко. Проблема будет в единственном месте. Что такое бета в квадрате? Значит, господа, вон там у нас было важно, что альфа в квадрате это альфа в квадрате. А вот нельзя, чтобы бета плюс один было. Объясняю почему. Вот если вы напишите, что бета в квадрате это бета плюс один, то вы сразу же получаете совершенно чудовищный, страшный результат. Потому что у вас альфа в квадрате это альфа плюс один. Согласны? Давайте подумаем. Вы скажете, что это мелочи. Альфа в квадрате равняется альфа плюс один. Я отвечу, что это совсем не мелочи. Дело в том, что вы можете взять разность этих штук, и тогда у вас получится бета квадрат минус альфа квадрат, это бета минус альфа. Сокращаем, получается, что бета плюс альфа равно единице. Другими словами, получается, что бета это альфа плюс один. Вы помните, что альфа и минус альфа это одно и то же. Да, у нас два альфа, которые... Бета равно альфа плюс один, значит, эти два элемента на самом деле одинаковые. Ну, а это чушь у нас, они должны быть все разные. Нет, вы не имеете права просто так говорить, чему равняется бета в квадрате. Принцип здесь такой. Вот когда мы писали вот это квадратное равнение, было важно, что у него в поле из вот этих вот двух элементов нет корней. Смотрите, мы говорили, что альфа это такой новый символ, который в квадрате равен альфа плюс один. Так вот, я сейчас, на самом деле, есть вариант, чему может равняться бета квадрат. Я должен написать какое-нибудь уравнение, которому не удовлетворяет ни число ноль, ни число один, ни число альфа, ни число альфа плюс один. Господа, на самом деле, таких уравнений несколько. Я предлагаю, на мой взгляд, самое понятное. Бета квадрат равняется бета плюс альфа. Объясняю, почему число ноль не удовлетворяет. Потому что число ноль подставить, будет ноль в квадрате равно ноль плюс альфа. Неправда. Почему единицы не удовлетворяет? Один равно один плюс альфа. Неправда. Почему альфа не удовлетворяет? Потому что альфа квадрат это не альфа, это не ноль. Почему альфа плюс один не удовлетворяет? Это проверяем. Альфа плюс 1 в квадрате, на самом деле я с вами считаю, значит это у нас единица, а альфа плюс 1 в квадратце это альфа квадрат плюс 2, альфа плюс 1, 2 альфа это 0, альфа квадрат это альфа плюс 1, 1 плюс 1 0, альфа равно единица, но это чушь, неудовлетворять. Ребята, вот оно, квадратное уравнение, которое не имеет решений в поле из четырех элементов. Вообще, в алгебре всегда такой принцип. Когда вы добавляете к какому-то полю некий элемент, то важно, чтобы многочлен, который вы выписываете, вот там в случае многочлен такой, бета квадрат минус бета минус альфа, чтобы он был неразложим. Для квадратного многочлена неразложим, это значит, что просто корней у меня нет, чтобы он в том поле не имел корней. На самом деле, конечно, я вас сейчас чуть-чуть немножко обманываю, потому что я вам не объяснил, что такое поле, я вам не объяснил, что такое неразложимое, я много чего еще не объяснил. Но, с другой стороны, надеюсь, что это, ну, во-первых, есть другие лекции, где это все прозвучало, а, во-вторых, надеюсь, что интуитивно это понятно, потому что моя-то цель сейчас, ребята, это объяснить о числе Россия, почему от 3 в 3 в 3 оно действительно равняется 18. Итак, понимаете, уважаемая публика, что действуя по двум правилам, альфа квадрат равняется альфа плюс 1, и бета квадрат равняется бета плюс альфа, мы сумеем любые два из этих выражений перемножить и преобразовать так, что ответ будет одним из этих 16 выражений. Согласны? Вот это мне принципиально. Я не буду сейчас выписывать все 16 штук, но уверяю вас, перемножить любые два из этих чисел, просто сейчас прикажете мне перемножить какие-нибудь два числа, хорошо? Выбирайте любые два, и я прямо здесь покажу, как это делается. Быстрее. Альфа бета плюс бета плюс один. Так, на что умножать? На альфа бета плюс альфа. Вот так? Отлично. Я согласен. Значит, итак, что мне приказали? Мне приказали сумму трех умножить на сумму трех. Каждое на каждое. Поехали. Альфа квадрат бета квадрат, плюс альфа квадрат бета, плюс альфа бета, плюс альфа бета квадрат. Сейчас все будет хорошо. Так, значит, еще раз. Альфа квадрат бета квадрат, плюс альфа квадрат бета плюс альфа бета плюс альфа бета квадрат плюс альфа бета плюс бета и теперь на 1 умножаю альфа бета отлично альфа бета и альфа бета дает 0 дальше 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 надо сказать так бета квадрат заменим на бета плюс альфа. Зачеркиваю, пишу альфа умножить на бета плюс альфа. Здесь бета квадрат заменяю на бета плюс альфа. Получается альфа квадрат умножить на бета плюс альфа. Замечательно. Дальше, смотрите, вот здесь альфа квадрат бета и здесь альфа квадрат бета. Бета зачеркиваю, это зачеркиваю. Здесь у меня в результате остался альфа куб. Дальше, альфа бета, и здесь альфа бета, зачеркиваю, что у меня осталось. Боюсь, что уже слишком все запутано, поэтому давайте-ка я перепишу заново. У меня осталась следующая штука. Альфа в кубе, это вот отсюда, плюс альфа в квадрате, так, да, плюс бета плюс альфа плюс один, согласны? Плюс бета плюс альфа плюс один. Замечательно. Теперь альфа квадрат заменяем на альфа плюс один, получаем альфа на альфа плюс один, плюс альфа, вот эти вот даже заменять, потому что вот они уничтожатся. Дальше, у меня здесь альфа, у меня здесь альфа, поэтому это будет ноль, а получается ответ бета плюс один. Вы согласны? Значит, еще раз, ребята, важно, что как только возникает вторая степень, то она сбрасывается. Вторая степень бета заменяется на сумму вот такую, а вторая степень альфа заменяется на альфа плюс один. И таким образом, сбрасываем, сбрасываем, а когда получается, что по каждой из переменных степень не больше, чем единица, ну, дальше уже просто подсчитываем, сколько их там, чтобы четное или нечетное количество. Понятно? Понятно. Отлично. Так вот, ребята, теперь пора переходить к вопросу, а, извините, при чем здесь цвета? При чем же здесь вообще раскраска, при чем же здесь цвета? Я должен всем присутствующим напомнить, что такое малая теорема фирма и, соответственно, применить ее в данном случае. Господа, если у вас есть простое число P, самое обычное это 2, 3, 5, 7, если P простое, и если у вас есть некоторое целое число A, причем A не делится на P, то A в B минус первой степени дает остаток 1 при делении на P. Иногда то же самое формулируют так. A в B на степени для любого числа A дает такой же остаток, как число A. Это надо на A умножить в первой части, тогда если A умножить, то это тоже будет уже, тоже будет хорошо. Это речь для любого простого числа. 16, что явно непростое. Тем не менее, оказывается, что малая теорема фирма для конечного поля точно так же работает. Более того, самое обычное доказательство, ну, одно из обычных доказательств теорема фирма вполне себе срабатывает для конечного поля. Объясняю идею. Господа, только сначала для 16, а все-таки для поля из 4 элементов. Господа, поле из 4 элементов, если количество элементов уменьшить на 1, это будет означать, что надо разводить в куб. Так вот, вообще-то поле из 4 элементов состоит из 0 и 0. А что, кстати, что такое 1? 1 в кубе. Это 1. Господа, клянусь, что альфа в кубе и альфа плюс 1 в кубе, это 1. Давайте поймем, почему. Таблицу умножения я не стирал. Таблицу умножения я не стирал. По ней очень быстро можно найти альфа в кубе. Почему? Потому что альфа в квадрате, это альфа плюс 1, а альфа умножить на альфа плюс 1, это 1. Все поняли идею? Чтобы куб найти, надо найти квадрат сначала, а потом квадрат умножить на само слон. То есть получится найти. Отлично. Как найти альфа плюс 1 в кубе? Альфа плюс 1 на альфа плюс 1, это альфа. Ну и альфа на альфа плюс 1, мы уже помним, что это будет 1. Все. Кубы чисел 1 альфа и альфа плюс 1, это у нас единицы. 15-я степень у всех этих чисел, это единица. Сейчас есть два варианта. Или взять каждое число и поочине возводить 15-ю степень. Или понять какую-то идею. Понять, что они не просто так, все равные единицы, а на самом деле, что-то, так сказать, интересное за этим стоит. Так вот, господин, на самом деле, конечно, за этим стоит очень простая мысль. Давайте я ее сейчас вам быстренько объясню на примере поля из 4 элементов, а для поля из 16 будет ровно так ждать. Господа, я когда доказывал, что альфа в кубе равно единице, я это сделал просто по таблице. Взял и посчитал. А есть такой забавный способ. Я мог доказать, что альфа в кубе равно единице, следующий образ, написать строчек. Пожалуйста, сделайте это, хотя и кажется, что я сейчас немножко странный, но, тем не менее, пожалуйста, это реально напишите. Альфа умножить на альфа плюс один. Вот смотрите, я написал число один альфа альфа плюс один. И каждое из них я умножил на альфа. А теперь внимание, что такое альфа умножить на альфа? Это альфа. Что такое альфа на альфа? Это альфа плюс один. А что такое альфа на альфа плюс один? Это альфа. Так, пока все понятно? А теперь вот эта единичка соответствует этой единичке. Вот это вот число альфа отсюда соответствует этому числу альфа. А вот это вот число альфа плюс один соответствует этому числу альфа плюс один. Я могу на это сократить, и получится, что альфа в кубе равно единице. Ну, я не знаю, насколько вы это поняли. Поняли или нет? Я выписал все ненулевые элементы поля из четырех элементов. Дальше я сказал, что при умножении на альфа они как-то переставляются. То есть, были числа 1, альфа, альфа плюс 1, при умножении на альфа получились в каком-то другом порядке. Альфа, альфа плюс 1, 1. Мне не важно в каком, но важно, что те же самые числа, только записаны в другом порядке. Значит, когда я перемножу, то результат не изменится. Ну, а когда я сокращу, то получится, что альфа в куберах выписывается. Теперь я должен вам объяснить ту же самую идею для поля из шестнадцати элементов. Выписываем все пятнадцать элементов, которые у нас есть. Повторяю. Выписываем все вот эти пятнадцать элементов. Все кроме этого. Вот эти. Все пятнадцать элементов. Просто через кубер. Берем любой из них. Давайте его обозначим икс. Повторяю. Берем наши пятнадцать элементов. Давайте их как-нибудь там обозначим. Я не знаю, там, а один, а два, а три и так далее, а одиннадцать. И каждый из них умножаем на некоторые нулевые элементы. Получится. Икс а один, икс а два, икс а третий и так далее, икс а одиннадцать. Так вот, ребята. Важно, что это будут те же самые числа, только в другом порядке. А значит, произведение вот этих чисел, потому что от порядка можете произвинить, будет равно вот такому произведению. А если вы теперь на все ашки разделите, то получите, что икс в пятнадцатой степени это икс. На самом деле ровно так же звучит доказательство для любого конечного поля. Поэтому теория совершенно замечательная. Вот если у вас есть ку элементов в поле, то для любого ненулевого элемента, икс в ку минус первой это единица, где ку количество элементов в поле. Отлично. Мы очень вести от победы, потому что я уже знаю, что икс пятнадцатой это единица. Осталось произнести точную фразу, и задача будет решена. А точная фраза какая? Господа, мне нужно, чтобы всего было три цвета. Я знаю, что у меня в пятнадцатой степени любое число равно единица. Значит, я беру и в качестве цвета выбираю пятую степень любого из элементов. То есть, сейчас все объясню. Сейчас все объясню, потому что боюсь, что пока вы еще не поняли ничего. Значит, каким образом будет устроен граф на шестнадцати вершин. Это будут вот эти шестнадцать точек. Вот ровно эти шестнадцать точек. Это вершины. Если мне дали любые две вершины. Например, вершину бета плюс один и вершину альфа бета плюс бета плюс альфа. Я первым делом беру разность. Альфа бета плюс альфа плюс бета. Это вот эта вершина. Вычитаю. На самом деле, в данном случае, вычитать первое все равно. Значит, у меня получается ответ. Альфа бета плюс альфа плюс альфа. И вот это число я должен возвести в пятую степень. Это число я должен возвести в пятую степень. Вы спросите, извините, зачем? Ответ. Дело в том, что пятая степень в кубе равна единице. Я вам сегодня уже объяснял, на самом деле, какие три числа являются решением уравнения. Х куб равно единице. Это единица альфа и альфа плюс один. Но вообще-то ни у какого многочлена не может быть корней больше, чем двой степень. Поэтому любая пятая степень – это обязательно или единица, или альфа, или альфа плюс один. Поскольку это очень важно, то давайте я это даже запишу. Х в пятой равняется единице альфа или альфа плюс один. Потому что если вы какое-то число возвели в пятую степень, то из-за того, что любое число в пятнадцатой равно единице, у вас пятая степень в кубе – обязательно единица. Но решениями вот этого уравнения – у в кубе равно единице – являются в точности числа один альфа и альфа плюс один. Значит, когда вы любое число возводите в пятую степень, вы можете получить в качестве результата только один из этих трех ответов. Так вот, господа, там, где единица – это будет называться красный цвет. Там, где получился ответ альфа – это будет называться синий цвет. Там, где ответ альфа плюс один – это будет называться зеленый цвет. Теперь вопрос. Сколько отрезков красного цвета выходит из любой точки? – это столько, сколько решений и уравнения x в пятой равно единице. То есть не больше типа четыре. А сколько отсюда – уравнение x в пятой равно альфа – тоже не больше типа чута, отсюда тоже не больше типа чута. Но, вообще-то, всего 15 явThey выходят, Значит, на самом деле, уравнение х в пятой равно 1 имеет ровно 5 решений. Уравнение х в пятой равно альфа имеет ровно 5 решений. И уравнение х в пятой равняется альфа плюс 1 имеет тоже ровно 5 решений. Господа, таким образом у меня из каждой точки будет выходить ровно 5 красных, ровно 5 синих и ровно 5 зелёных. Единственное, что я еще должен вам объяснить, собственно говоря, почему у вас не будет треугольников. Ведь мне же не важно, что просто 5 красных отрезков или 5 синих. Я и так могу нарисовать. Мне важно, что среди них нет треугольников. Ну и второй вопрос. А интересно, как в принципе все это, что называется, будет выглядеть. То есть, ну, вот как это, как этот график в принципе нарисовать, как его себе представить. Давайте попытаюсь ответить на этот вопрос. Господа, мне сейчас нужно число 1 плюс β плюс αβ. Это 5 чисел, которые удовлетворяют следующему уравнению. Что в пятой степени они равны в единице. Давайте сейчас попытаемся, собственно говоря, проверить, почему это так. Ну, давайте про верхнее число. Наверное, это приятнее всего. Понимаете, уважаемый публика, что если вы берете и единицу вводите в пятую степень, то это будет единица. Согласны? Согласна. Замечательно. А теперь давайте сделаем так. Я быстренько сейчас αβ возведу в пятую степень и проверю, что это будет единица. Вы в некотором ужасе. А на самом деле никакой ужас. Ребята, αβ в квадрате. Смотрите, что это такое. Это α в квадрате, β в квадрате. То есть это α плюс 1. Все помнили? На β плюс α. То есть это у нас будет αβ плюс β плюс β плюс α. Осталось чуть-чуть. αβ пишу. β пишу. α2. Это α плюс 1. α плюс α0. Поэтому это будет плюс 1. Ребята, а вот это число, между прочим, оно в нашей таблице есть. Давайте для краткости я вот это обозначу θ. Тогда вот это вот число, так, αβ плюс β плюс 1. Вот это число, это будет, знаете, сколько? Это будет θ в квадрате. Все понимают? Отлично. Теперь я хочу αβ возвести в губ. Но я не буду сразу его взводить. Дело в том, что я уже его взвал в квадрат. Поэтому что такое θ в губе? Это есть θ в квадрате умножить на θ. Замечательно. Ну а θ в квадрате это αβ плюс β плюс 1. А θ это у меня αβ, правильно? θ это у меня αβ. Отлично. αβ на αβ я умножать умею. Это получается αβ плюс β плюс 1. αβ на β умножать. Это α умножить на β плюс α. Потому что β на β это плюс α. Ну и плюс αβ, никуда не денешься. Плюс αβ. αβ исчезает. Получается αβ плюс α2. Ну αβ это 1. 1 исчезает, остается α. Плюс α плюс β. Так, αβ плюс α плюс β. Есть? Да. Господа, вот это, где это θ в квадрате. Интересно, понимаете ли вы, что такое будет θ в четвертых? α плюс αβ. Абсолютно верно. Это действительно будет θ в четвертых. А что такое будет θ в пятой? А θ в пятой будет единица. Можно, я не буду сейчас сам это делать, проверьте, потому что способ, как считать, я вам действительно. Правильно? Теперь, если я объяснил, что вот так вот, вот это у меня θ, это у меня θ в квадрате, это у меня θ в квадрате, это в четвертые в пятой единице. то у меня автоматически это в 5-й единице, ну, а значит, это в квадрате в 5-й единице. А значит, это в кубе в 5-й единице. Это в 4-й в 5-й единице. Потому что если это в 5-й единице, то и квадрат, и куб, и 4-й степени, и все равно даст единицу. Монарь. Я действительно доказал, что вот эти вот 5 чисел, это в точности есть решение уравнения x в кубе равно единице. Это есть те самые... Это кубы. Это кубы, правильно? То есть, если любое из этих чисел возведешь в пятую степень, то будет единица. Так, теперь, каким свойством они, очевидно, обладают? Посмотрите, пожалуйста, чему равна сумма всех этих чисел? Нулю. Очевидно, нулю. Потому что 1 плюс 1 – 0. Альф плюс альфа – 0. Бета плюс бета – 0. Альфа-бета, 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 альфа-бета. Все, хорошо. Ну, на самом деле, любой аллепроистик, конечно, не так понятен. Это из общих соображений. Но я сейчас не хочу про общее соображение говорить, а просто вот реально проверить. Теперь, как, в принципе, рисовать этот самый граф и почему в нем нет треугольников? Господа, на самом деле треугольников там нет. Потому что, извините, если вы берете любые два из этих чисел и складываете, то вы не получаете никакое из этих чисел. Вот подумайте, потому что, что такое треугольник и как бы он мог возникнуть при такой системе. То есть, наверное, вы еще не поняли, как граф выглядит, поэтому не видите. Значит, как выглядит этот граф. Вот смотрите. Для понятности я сейчас сделаю так. Я возьму, вот где-то у меня здесь есть число 0. Я отложу по одному направлению альфа-бета. Так вот, отложил альфа-бета, поставил лавочку. Дальше. По другому направлению я отложу альфа плюс альфа-бета. Поставил лавочку, чтобы не перепутать. Еще по одному направлению я отложу единицу. Так, поставил галочку, чтобы не перепутать. И еще по одному направлению я отложу 1 плюс бета плюс альфа-бета. Ну, не знаю, сюда, например. 1 плюс бета плюс альфа-бета. Итак, вот здесь вот альфа-бета, да, вот. Теперь вопрос. Как из этих вот четырех векторов получить все 16 точек? Да, запросто. Вот так вот беру, дорисовываю, складываю, получаю 1 плюс бета. Дальше. Вот здесь вот дорисовываю. Это называется четырехмерный куб. Это называется альфа-бета плюс 1. Вот здесь вот дорисовываю, получаю 1 плюс альфа плюс альфа-бета. Дальше. Что еще можно сделать? Можно вот здесь альфа-бета прибавить. Вот по этому вектору сдвинуть. Получится 1 плюс альфа. Ребята, на самом деле я сейчас не хотел бы вырисовывать всю эту картинку. Дело в том, что вообще-то вы должны понимать, что вот это вот у меня уже получился кубик, да? Называется с какими вершинами? 0, 1, альфа-бета, альфа-бета плюс 1, альфа, 1 плюс альфа, 1 плюс альфа, плюс альфа-бета и альфа-бета, да? А теперь надо взять и все его вершины перетащить вот на такой вектор. Ну скажем, вот если я его прибавлю сюда, то альфа-бета исчезнет, единица исчезнет и возникнет число бета, да? Вот, если я его сюда прибавлю, то альфа-бета исчезнет и возникнет 1 плюс альфа-бета, 1 плюс альфа-бета, вот так, что я еще не перетащил? Еще я не перетащил вот это вот число, 1 плюс альфа-бета, значит, будет просто альфа-бета, это будет альфа-бета. То есть, господа, четырехмерный куб получается, когда кубик сдвигаем на еще один вектор, в данном случае вот на этом. Но, заметьте, пожалуйста, я галочки на самом деле поставил в четырех листах, а в таком не поставил. Что это такое? Сумма. То есть, это точка, которая противоположна в четырехмерном кубе для вот этой першины. Вот, господа, если вас волнует цвет вот этого, белого цвета, то вы должны взять четырехмерный куб и покрасить в красный цвет все его ребра, а также в красный цвет покрасить его главной диагональю. И вот это будет один цвет. Еще будет второй цвет. Это те точки, когда х в пятой степени равняется альфа. И еще будет третий цвет, когда х в пятой степени равняется альфа плюс один. И вот это и есть картинка на всех шестнадцати вершинах. В общем, ребята, я считаю, что я более-менее объясню ситуацию. Оказывается, при не очень большом количестве вершин бывает так, что алгебраическая конструкция, а в данном случае это поле шестнадцати элементов, дает вам комбинаторный пример. Между прочим, это не в этом случае. Точнее, не только в этом случае. Так бывает и во многих других случаях. Многие исключительные, какие-то вот такие вот экстремально красивые конструкции, они получаются из алгебраических. Есть еще несколько примеров, когда вот эти вот конечные поля и вот такие вот грады умножения действительно дают вполне красивые и конкретные картинки. Группа, это там, где нужно элементы складывать. При этом а плюс б плюс с равняется а, б плюс с. И при этом для любого элемента есть противоположный, то есть такой, что в сумме с ним дает 0. И при этом а плюс 0 равняется а, равняется 0 плюс а. Группа умножения, где можно перемножать. И при этом для любого числа х есть единицы 3 на х.